Эфир канал ОТС продолжает программа. Экстренный вызов в студии работает Мария Никитина. Здравствуйте, смотрите сегодня. Ему назначено было наказание в виде 5 лет, 9 месяцев лишения свободы. Посчитал наказание слишком суровым. Экс-чиновник мэрии предпринял вторую попытку смягчить приговор. Они подозреваются в серии мошенничеств в отношении омских пенсионеров. Ущерб больше 4 миллионов рублей. Новосибирские аферисты пойдут под суд в соседнем регионе. Молодые люди намеревались сбыть через тайники закладки крупную партию запрещенного вещества. Гости из Бурятии рискуют надолго задержаться в столице Сибири. Драгдилерам светят серьезные сроки. А начинаем с нескольких кровавых историй, произошедших в нашем регионе. Умер прямо во время застолья. Конфликт собутыльников закончился тяжкими последствиями в Ленинском районе Новосибирска. Двое мужчин и женщин распивали спиртное в одной из квартир в переулке Серафимовича. В какой-то момент завязалась драка. Гость схватил кухонный нож и всадил его в хозяина жилища. Потерпевший скончался на месте. Его сосед быстро сбежал. Поймали злоумышленника сотрудники ППС, дежурившие неподалеку. В селе Раздольное Новосибирской области в собственном доме была найдена 50-летняя хозяйка с перерезанным горлом. Следователи комитета и криминалисты уже осмотрели место преступления и пришли к выводу. Смертельные раны нанес потерпевший ее знакомый. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Благодаря слаженным действиям правоохранителя удалось выйти на след подозреваемого. Причиной трагедии, скорее всего, стала банальная бытовая ссора. В настоящее время с ним работают следователи Следственного комитета. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается. А вот в Колыване перед судом предстанет 35-летний местный житель, которого обвинили не только в убийстве приятеля, но и насильственных действиях сексуального характера в отношении потерпевшего. По версии следствия, мужчина сначала в изощренной форме издевался над знакомым, а потом забил его табуретом, ударив почти 40 раз в основном по голове. Случилось это также в изрядном подпитии в канун Нового года. Грозит фигуранту до 20 лет тюрьмы. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия в результате повреждений головы и шеи. Обвиняемый вину признал частично. Материалы уголовного дела будут направлены в Новосибирский областной суд для рассмотрения по существу. Медики сейчас спасают мужчину, который поступил к ним накануне с серьезными травмами. О случившемся они сообщили в полицию. Когда пострадавший пришел в себя, он пояснил, что его избил новый знакомый. Тот проник в квартиру на улице Объединения и забрал у хозяина мобильный телефон стоимостью почти 20 тысяч рублей. Когда фигуранта поймали, выяснилось таким агрессивным способом он вернул долг, который ему не хотели отдавать. Мужчина уже был судим за похожее преступление, так что в очередной раз пойдет по этапу. Посчитал наказание слишком суровым. Бывший председатель комитета по рекламе мэрии Новосибирска вновь попытался обжаловать приговор. Весной Дмитрия Лобыню признали виновным в получении 9 взяток и приговорили к реальному сроку в колонии строгого режима. В июле коррупционеру не удалось оспорить это решение в апелляции. Не встал на его сторону и кассационный суд. Чиновника взяли под стражу два года назад. Осенью 2020-го он попался на взятки в 200 тысяч рублей. Как выяснили следователи, за эти деньги Лобыня пообещал разместить на улицах мегаполиса наружную рекламу, не соответствующую нормам. Как только средства поступили на счет и документы были подписаны, за фигурантом пришли силовики. Позже правоохранители выявили еще несколько аналогичных преступных эпизодов. Желающие разместить рекламу и избежать бюрократических проволочек коммерсанты должны были заплатить. Денежные средства, полученные в результате совершения преступлений коррупционной направленности Лобыня с целью придать видимость законному происхождению указанных денежных средств, по его указанию перечислялись на банковские счета в качестве оплаты договора о аренде недвижимости из-за приобретения строительных материалов. В апреле Дзержинский суд приговорил чиновника к 5 годам и 9 месяцам колонии строгого режима, а также обязал его выплатить штраф в 3 миллиона рублей. Помимо этого Лобыне запретили занимать должности в госорганах в течение еще 6 лет после освобождения. Сожалеете о том, что когда-то решили стать чиновником? Весьма. Осужденный и адвокат попытались оспорить решение первой инстанции. Главным их аргументом было то, что Лобыня пошел на сделку со следствием и сдал своих подельников в надежде получить условное наказание. Срок рекламщику апелляционная коллегия не скостила, но уменьшила назначенный штраф. По результатам рассмотрения жалоб приговор в части основного наказания в виде лишения свободы оставлен без изменения. Дополнительное наказание в виде штрафа снижено до 2 миллионов рублей. Очередную попытку добиться смягчения приговора сторона защиты предприняла, подав жалобы в 8-й кассационный суд. Но инстанция, расположенная в Кемерове, оставила их без удовлетворения. Новосибирским гастролерам, которых поймали в соседнем Омске на мошенничестве, тоже светит приличный срок. Полицейское следствие закончило работу над делом, а в нашем архиве сохранилось оперативное видео задержание этой группы аферистов. Мама, ты что не узнаешь? Марина, ты что ли? Она говорит, да, я, я вся разбитая, губа разбитая, голова, я вся, ну, представляете, вот такое вот. Эта пенсионерка сразу поверила звонившему и бросилась собирать деньги, чтобы откупить дочь. А на том конце провода аферисты, продолжая разыгрывать спектакль, поменялись ролями. И трубку якобы взял следователь, который в красках поведал пожилой женщине, что ее ребенка привлекут к уголовной ответственности. Участники группы звонили на домашние телефоны пенсионерам, представлялись их родственниками и сообщали, что, переходя дорогу, стали инициаторами ДТП. Для лечения водителя, который пострадал по их вине и находится в тяжелом состоянии, просили передать крупную сумму, а также необходимые в больнице вещи. Вскоре приходил курьер и забирал подготовленный пакет. Курьерами как раз и были гастролеры из Новосибирска. Приятели нашли в интернете объявление о быстром заработке. Из условий был только переезд в соседний город. А так работенка не пыльная. Куратор присылал контакт очередной доверчивой жертвы. Необходимо было нанести ей визит и забрать пакет. Деньги сбросить на определенный счет, оставив в себе 10% от общей суммы. После получения денег от очередной потерпевшей криминальные курьеры были задержаны полицейскими и сотрудниками Росгвардии. В салоне автомобиля, принадлежащего одному из них, нашими сотрудниками обнаружены изъяты сигнальный пистолет, мобильные телефоны с перепиской, 123 тысячи рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Два афериста попали с поличным в Омске. Их дистанционного куратора взяли в Новосибирске через несколько дней во время похожей спецоперации. Всего потерпевшими по делу о мошенничестве признаны 16 человек. Самой пожилой пенсионерке, которая обманула группа, исполнилось 93 года. Общий ущерб превысил 4 миллиона рублей. Суда фигуранты дожидались под стражей, на днях уже начнется процесс. Посадить аферистов могут лет на шесть. Гости из Бурятии пойдут под суд в Новосибирске за попытку распространения наркотиков в нашем городе. Этой зимой криминальное трио задержали транспортные полицейские. Вот она. А фото кто? Фото. Сколько там? Так же. Ну сколько так же? 50 наверное. Сначала недалеко от железнодорожной станции Нижняя Ильцовка в руки правоохранителей попали молодой человек и девушка. Парень, несмотря на юный возраст, уже был судим. А вот его спутница до этого проблем с законом не имела. Позже к ним присоединилась 19-летняя студентка. Они специально приехали в наш город в качестве наркокурьеров. В арендованной квартире во время обыска правоохранителей нашли полкило. Альфа-ПВП, специальные весы и упаковочный материал. В отношении всех подозреваемых было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частями 4 и 5 статьи 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Данная статья предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет. На время проведения следствия все подозреваемые были арестованы и находились в следственном изоляторе города Новосибирска. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok